Об актуальных вопросах работы Госкомитета Абхазии по экологии, борьбе с вредителями растений, решении проблем экологического характера и на другие темы пообщаемся с председателем Госкомитета Абхазии по экологии, Савелем Читанава, сегодня он в нашей студии, приветствую вас. Добрый день. Савелий Михайлович, что можно сказать об этом периоде конкретно, то, что мы сейчас проживаем, я имею ввиду начало-середина осени, что важно сейчас для Госкомитета по экологии, если учитывать, что уже летний сезон позади и впереди наступление осенних холодов, зимы и так далее. Что у вас сейчас актуально? Добрый день. Спасибо за приглашение. Конечно, проблемы, они есть и будут всегда, но надо стараться преодолевать их по мере сил и возможностей. На данный период, период осени, скажем так, в преддверии зимних холодов и дождливых дней, время охарактеризуется тем, что наши реки будут подвергаться паводковому режиму. И, соответственно, этому за летний период по предписанию АТО и по рекомендации Госкомитета были проведены различные руслоупрямительные или руслоукрепительные мероприятия, чтобы избежать такого характера стихийно-бедствия, как разливы рек и затопление коммуникаций, жилища и так далее. Это наиболее актуальный вопрос на этот период. Я хотела уточнить, на каких реках сейчас идет речь, где эти работы были проведены и насколько они оказались трудоемкими, затратными? Эти работы проводятся во всех крупных реках Кодор, Бзыб, Килашир. Дело в том, что на основании многолетних наблюдений за характером паводкового режима различных рек вычислено средние показатели сноса твердого стока. Как правило, если говорить на примере Кодора, скажем так, как правило, Кодор, ясное дело, что оно сносит как в жидкой форме, так и еще в твердой фазе различные истоки. А этот объем достигает до 85-850 тысяч кубов твердого материала, инертного материала, что называется. Вот из этих 85-850 кубов половина идет на формирование берега и пляжа, морского пляжа. Это традиционно, это путем вычисления специалистов определено. Но остается еще около 400 тысяч кубов. Что делать с этим? Ну вот, вы знаете, что на Кодоре работают предприятия, которые, кроме того, что проводят русловоприимительные работы, еще занимаются выемкой инертного материала. Если это не производить, то русло реки будет запруживаться инертным материалом, и река начнет меандрировать, затапливая более низкие берега и развиваясь. И чтобы это не происходило, естественно, руслоочистительные и выпрямительные работы регулярно проводятся. Но на малых реках есть, где нужно было бы, но, к сожалению, не проводится. Они как раз ведут себя именно таким образом. Из-за того, что запружено русло, и образуются острова, и реки начинают меандрировать. Так что это вот основная проблема. Но в крупных реках эта проблема снята. Но все равно остается половина инертного материала. Куда он девается? То, что остается, вот на Кодоре, мы сказали, работает там фирма, которая занимается выемкой и троплением материала. На Абзебе тоже самое. На реке Келосурб тоже самое. То есть используется в каком-то производстве. Да-да-да. Получают инертный материал, который используется для строительства на территории республики. Ну, малые реки, они тоже вроде ведут себя тихо в обычной ситуации, но потом вдруг, бах, превращаются чуть ли не в моря. На самом деле у нас это распространено. И вот то, что малые реки, они запружены, они, наоборот, всегда близко к жилью находятся. Они и разливаются, и вот такой очень серьезный ущерб наносят. Вот как с этой проблемой у нас действительно прогнозируют и дожди? Вот мы вчера буквально общались с синоптиками вашими, кстати. Да, и они сказали, что будет несколько дней в октябре. Я уже по ноябре пока просто не интересовалась. Когда будет достаточно обильное количество осадков? Ну, по мере возможности город проводит такие, я имею в виду сейчас городские реки, да, которые, на самом деле, как вы правильно выразили, располагаются в местах близлежащих жилья. И, например, Басла. Басла, мы помним, года 3-4 тому назад, два же, трижды в год она наносила достаточно серьезный ущерб. После проведенных мероприятий там русло очищено, и теперь вода беспрепятственна. Ну, во всяком случае, можно не опасаться, что будут какие-то экстессы происходить здесь. То же самое река Адзябщ, около вокзала, что протекает силами городских властей, проведены руслоочистительные мероприятия. И там тоже достаточно благополучная ситуация. Но на всех малых ригах произведено, не могу это сказать, это связано и сопряжено с материальными расходами и так далее. Но государство стремится к этому. Я думаю, что вообще в советское время на всех этих ригах работала техника. Вот надо, конечно, постепенно возвращаться к тому, что было. Я уверен, что со временем это было. Чтобы это был такой системный подход, и постоянно мониторить, и постоянно заниматься. А со временем это так и произойдет. Надеюсь, к этому стремятся наши государственные органы, и люди, которые этим занимаются, которые ответственны за это. Я хотела перейти к теме того, что скоро цитрусовый сезон, ореховый сезон уже закончился, но тем не менее какие-то итоги уже есть, и достаточно положительные, насколько я знаю. Была информация о том, что едва ли не 7 раз обрабатывались плантации орехов, то же самое с цитрусовыми, тоже как-то своя периодичность была обработок. Что сейчас с точки зрения вредителей этих растений, как эти работы сейчас завершены, будут ли продолжаться, или сейчас такой период, когда нужно подождать урожай, а потом нужно приступать к чему-то? Ну, как вы тоже справедливо заметили, и в последнее время нашествие этих вредителей на сверхозкультуре достаточно объемное. Все помнят, наверное, о клопе, оно как бы затмило всех вредителей, которые были ранее. Если говорить для цитрусовых культур, конечно, вредители они были всегда, но не столь масштабны, скажем так, и потому одного-двух обработок в году было достаточно для того, чтобы урожай получить чистым, качественным и так далее. Но, к сожалению, в последнее время натиск вот этих вот инвазивных вредителей настолько участился, и без предварительной обработки сельхозкультур невозможно получить качественные плоды. И потому вы правильно сказали, что в этом году около пяти или семи раз были проведены в различных хозяйствах обработки против этих вредителей. Ну, здесь как ни печально, но нам надо будет принять тот факт, что когда-то мы говорили плоды, выращивание сегологических чистых мест. Но теперь, к сожалению, мы говорить этого не можем, потому что даже приходится иной раз кукурузу обрабатывать. Наши предки могли бы себе когда-либо представить, что на кукурузе заведется вредитель, и без обработки урожай невозможно будет получить. Но, к сожалению, это сегодняшние реалии, которые имеют место быть, но чтобы получить какой-то качественный урожай, конечно, приходится их обрабатывать. Ну, не знаю, чисто визуально, мне кажется, активизировать сейчас клопы, может быть, вот эти вонючки, так называемые в народе, мраморный клоп. И, насколько я понимаю, это связано просто с тем, что наступает, как бы вот сезон меняется, наступает ближе к холодам, но это не говорит ли о том, что их количество как-то увеличилось? Есть какие-то наблюдения? Ни в коей мере нельзя говорить о том, что количество клопов, мраморных клопов увеличился. Сейчас период как раз такой. Вообще, проводимые мероприятия в стране оказались достаточно эффективными, и потому мы помним, что было 3-4-5 лет тому назад, и помним, какое количество клопов нынче. Но с наступлением первых холодов они устремляются в жилище, на зимовку. И, как известно, у нас лесной абориген, местный вид, лесной клоп, он может спокойно зимовать в листве лесных растений, в отличие от которого этот субтропический клоп, клоп мраморный, он не может, хотя эти небольшие холода, но, тем не менее, они не могут пережить на открытом воздухе, и потому они устремляются в жилище, находя какие-то теплые уголки, чтобы перезимовать, и чтобы в наступающий год нанести опять урва. Но тенденция здесь наблюдается положительно, положительно в том плане, количество количественно соглашается благодаря тем обработкам, которые производит в стране. Ну, сейчас нет, наверное, такой необходимости, чтобы там ручным сбором заниматься, или там опять их обрабатывать от этого вредителя на какие-то вот места. Или все-таки нужно это проводить? Ну, слава Богу, нет, но хочу вам сказать, благодаря поддержке Российской Федерации механический сбор, он сыграл свою положительную роль. Была подорвана та популяция, которая зародилась и развилась здесь. Ну, после того, как в количественном отношении было подавлено, и потом последовало периодические обработки, и теперь нет, не дают возможности всплеску рожаемости этих вредителей. Вот вы затронули тему кукурузы, пока еще не было, по-моему, сбора урожая, насколько я знаю, кукурузы, ну, не все, по крайней мере, хозяйства еще собрали урожай. Какой там вредитель, какой, вернее, вредитель кукурузный, он наносит ущерб? И насколько он, скажем так, плотно заселился здесь, вот у нас в Абхазии? Вы знаете, он тоже был всегда, но, к сожалению... Активизировался, да? К сожалению, всплеск численности позволило говорить об этом вслух. Дело в том, что эти гусенички поедают всю листву, и отдельные растения остаются абсолютно голыми. Если растения голые, нет активной транспирации, то есть, листовая пластинка, она выполняет различные функции, всего этого нет, и, соответственно, это сказывается и на урожай, и на гибель растений. А сколько раз надо обрабатывать, приходилось обрабатывать кукурузу, чтобы, допустим, она выросла в нормальном состоянии? Это чисто такие агротехнические мероприятия. Около двух раз, я думаю, что достаточно. Я, честно говоря, не владею вот этой информацией. Все-таки это мероприятие чисто агротехническое. Что касается состояния наших пальм, вот эта работа, она проводится, когда проводится, в каком они сейчас состоянии? Мы знаем, что не так давно, пальмы пострадали. Помню, в каком городе. В Афоне. В Афоне, да. В Афоне в Гаграх. Да. То есть это ущерб продолжает наносить вот этот пальмовый долгоносик. Как идет обработка? Как борются вот с этим родителем? Это все зависит от человека. Вот в городе, в городе Сухом, мы постоянно проводим мониторинг, постоянно проводим обработку. Постоянно в каком смысле? Вот мы, благодаря работникам Института экологии, нашими совместными усилиями вычислен период времени, когда необходимо проводить обработку против пальмового долгоносиков. В первый год, если вы помните, мы, к сожалению, в городе вырубили 18 пальм. Со второго года, мы просто, наверное, удачно попали в этот цикл, со второго года у нас практически ни одна пальма не вырублена здесь, в городе. Благодаря тому, что проводится вот это мероприятие. Ну, такое же я не могу сказать про Гагру и не могу я сказать про Афон. Дело в том, что по необходимости, по обращению все они могут надеяться и получить этот препарат безвозмездно, но на местах, к сожалению, не так активно проводятся эти мероприятия по обработкам пальм, а результат, в общем-то, налицо. А в чем проблема? Почему не проводят? То ссылается на отсутствие техники, то ссылается еще на какие-то солдатские причины, но это не помогает делу, как вы видите. Я буквально недавно, ну, как месяц, полтора назад проезжал Афон, прямо вдоль трассы за часовней на берегу смотрю, стоит пальма со ввесчими ветвями. Я тут же набрал нашим представителям в Гудауту, дал команду, и они пришли, обрезали все, уже лечить их невозможно было. Но здесь, знаете, есть еще одна такая вот закономерность, которую мы в результате работы обнаружили. Очень интересная закономерность, пока не в литературе и не описано. Дело в том, что пальмы, являясь представителями однодольных растений, у них точка роста одна. Понимаете? А напротив администрации сейчас прямо через улицу около столба светительного стоит пальма, обратите внимание. Вот мы, нам не удалось ее вовремя вырубить. обрезали листья, и ствол остался стоять. На второй год мы смотрим, появилась почка и начал распускать листья. Понимаете? То есть, этот случай очень не характерен для однодольных растений. То же самое мы обнаружили на площадке ГУМа. То есть, вы обрезали, а они все равно на следующий год как бы... листья были обвеслые, они все уже погибли, взяли вокруг, порезали листья, и сам ствол не смогли порезать. Ну, ввиду каких-то причин, мы специально не оставили. А тоже на второй год, смотрю, опять распустил, сейчас посмотрите, как будто ни в чем не бывало. вот так вот. А чем это объяснить? Ну, пока нет объяснения, понимаете? Мне сказали, что в Гаграх тоже имеет место быть в одном случае такое явление. Ну, тут физиологи должны будут, наверное, перед ними проблема очень интересная, и я думаю, что они изучат. Так что у нас три пальмы в стране, которые по всем правилам должны были погибнуть, но они воскресли. Это очень интересное явление, хочу вам сказать. А в целом по республике, да, в Гаграх и особенно в гостиничных объектах хозяева не обращают достаточного внимания и обрабатывают слабо. Там, где обрабатывается, вот на примере города Суху могу сказать, там, где обрабатывается эффект стопроцентный и нет никаких проблем. Ну, затронули как раз тему гостиниц, тему наших санаторных, курортно-санаторных объектов, там, отелей и прочее. Прочее сейчас достаточно активно у нас занимаются туристическим бизнесом, что-то строят и так далее. Вот всегда ли, скажем так, экологи успевают отследить, нарушены ли правила при строительстве, я имею в виду с точки зрения экологии, соблюдаются ли нормы близости к береговой линии и так далее. Вот об этой проблеме, что бы вы могли сказать, всегда ли удается проконтролировать и призвать к ответственности? Ну, вообще, конечно, прежде чем начать строительство, надо начинать с этапа выделения земли. Вот как только районные структуры принимают акт выделения того или иного земельного участка гражданам, после получения обязательно должны прийти в наше ведомство за получением государственной экологической экспертизы. На что наши сотрудники выезжают на места и проводят обследование? Есть ли там какие-нибудь строения культурного плана? Есть ли какие-нибудь деревья, кустарники, которые представляют ценность и проверяют еще на один очень важный момент, как будут результаты от воздействия на окружающую среду, от деятельности того или иного хозяйства? Вот на все эти моменты обращается внимание, если к нам обратились официально. Но не скрываю, бывают случаи, когда к нам обращается только в самую последнюю очередь за получение экологической экспертизы по вводу в эксплуатацию. То есть уже построили? Да, отсутствуют предварительно уже две экологические экспертизы, приходят на третью. Но здесь они судом начинают притворять в жизнь и к сожалению с этим пока невозможно ну Были случаи, когда вот допустим экологические службы сделали замечание нарекания и так далее и что люди как-то привели в соответствие или убрали свой объект или это из области нереального? Ну был один единственный случай, когда около Пицунда Месерского заповедника там буквально на один метр зашедший на территорию заповедника был снесен объект это еще лет пять тому назад если помните пытность Рауля Джимковича Хаджимба при мониторинге выявилась и была дана команда убрать но к сожалению это единственный случай который хотя и есть объекты которые не получив все соответствующие документы получив судом необходимые полномочия и они начинают работать ну это издержки наши с ним конечно тоже надо бороться туристические объекты всегда ли вот проводят так свою деятельность ведут так свою деятельность чтобы окружающая среда не страдала мусор не знаю загрязнение следят ли они за прилегающей территорией не загрязняют ли там продуктами вот своей работы скажем да вот то что это бывает отвечая на предыдущий вопрос я не задел далее но надеюсь на то что вы мне этот вопрос зададите да на самом деле вот мы проведя экологические экспертизы на втором этапе предпроектом что называется экспертизе там приписывается частные сооружения это обязательно без которого акт ввода в эксплуатации официально не получится вот и буквально недавно произошел такой инцидент в Гудауте как известно вот большая гостиница России что называется у него были частные сооружения но достаточно слабой мощности и потому все нечистоты начали выливаться народ обратился и в том числе и к нам мы выехали и сделали предписание буквально в течение недели они там их тоже подвели подрядчики не по заявленному плану были поставлены частные сооружения о более низкой мощности и в течение недели они устранили и ввели в эксплуатацию и теперь все нормально а так мониторинг в этом плане идет достаточно активный без этого ни один объект не вводит в свою эксплуатацию спасибо большое Савель Михайлович за то что пришли к нам в студию ответили на наши вопросы мы конечно о многом еще не поговорили но вот время тоже наше не такое не растянешь как говорится надо в пределах определенного тайминга работать об актуальных вопросах работы Госкомитета Абхазии по экологии борьбе с вредителями растений решение проблем экологического характера об этом мы говорили с председателем Госкомитета Абхазии по экологии Савелием Читанавом с вами был по экологии